Добрый день, меня зовут Владимир Гусак. Я записываю видеоотзывы об обучении в школе Кайлас. Посвящаю этот видеоотзыв начинающим кайласовцам, которые уже год, два, три кайлас, но не удовлетворены обучением. Им кажется, что нет таких замечательных результатов, на которые они рассчитывали. Я хочу вас ободрить и уверить своим примером, что все так и будет. С момента, как я начал заниматься школой, я был очень усердным учеником. Я не был талантливым учеником, мне не было ясновидения, яснознания, каких-то изотерических талантов или магических способностей, но я был очень упорным. Первую ступень 2013 года я проходил сначала по диску, потом я поехал, проходил ее лично тогда в Киеве, можно было присутствовать на ступенях. Потом эту ступень в 2014 году я проходил дважды в записях. И у меня на все это есть конспекты. То есть я не просто проходил, я практиковал, менял свое мышление, работал над собой тщательно. Все семинары были законспектированы, практики делались. Но самое правильное, на мой взгляд, это изменение сознания, изменение психологии, изменение каких-то привычек. То есть не практики и мантры, и какие-то магические заклинания и так далее, а именно философия школы, она дает фундамент, на котором все это может быть построено. И постепенно моя судьба стала меняться. Уже потом на шаг вперед, два шага назад, потом один шаг назад, а сейчас только вперед. Мы не можем, как бы, вот Андрей Андреевич, я уже в каком-то отзыве говорил, пристегните ремни и вы полетели. Вот такое состояние. Мы успеваем только вот за событиями. На каждый день я пишу задачи на два листика. И мне уже за сколько-то, а энергии, как у молодого парня. То есть я успеваю сделать очень много дел. Развелось креативное мышление. То есть я постоянно что-то придумываю. Хожу постоянно с листиками, на которых записываю свои идеи и мысли, чтобы их потом воплотить в жизнь. На везение можно просто называть это чудесами. Я уже за то, что в нужный момент для меня будет парковка, когда я куда-то еду, я даже и не задумываюсь. Я еду просто и становлюсь. Даже не отмечаю, что везде все забито машинами. Вот в Каппадокии, когда мы спустились с неба и нас отмечали вот этот полет на шарах шампанским, пилот, как вот на Формуле-1, хотел выстрелить шампанским. И он выстрелил. Но я нажал на спуск в фотоаппарате ровно в тот момент, когда пробка вылетела из бутылки. Этот момент, я его случайно зафиксировал. Случайностей масса. Что-нибудь ляпнешь, просто так, не понимая даже, не задумываясь. А это будет, можно сказать, предсказание или интуитивное правильное решение. Вот сейчас мы ремонтируем дом, купили в прошлом году. То я, не будучи никогда инженером и никогда не сталкиваясь со стройкой, у меня два образования, очень далекие от техники. Я и биолог, и потом психолог. То есть вот вся жизнь у меня там с ручкой. Я там самый тяжелый инструмент, это ручка, я писал. А вот тут я знаю и указываю, как правильно строителям поступить. Что им нужно делать, чтобы было лучше. Вообще, по доходам, честно вам скажу, была до школы КАЛАС полная АЖ. Полная. У нас были кредиты, мы работали очень много, уставали, работали на истощение. Первые три года мы отдавали долги. И результат тоже восхищает. У нас был долларовый кредит в банке, и я его сжигал три года. И в течение трех лет я довел до такого состояния, что банк нам простил 27 тысяч долларов. У кого кредиты, пройдите старую первую ступень. Там Андрей Андреевич рассказывает, что это и как это с этим работать. В 2018 году, это было пять лет пребывания в школе КАЛАС, мы купили свою фабрику. Это самое крупное производство в Европе по производстве соляных ламп. Сейчас это самое крупное производство. В прошлом году мы купили дом. То есть вот доходы в прошлом году, когда был коронавирус, и все закрывалось, у нас выросли в два раза. То есть вот это чудеса, которые дает школа КАЛАС. Я с первого года в Пхаламе. Это было четыре года назад. В первом году был чуть-чуть результат. Во втором лучше. А в третьем уже супер. То есть вот постоянство и упорство, они в этом дают прям чудесные результаты. Про РТЕ то же самое. С первого дня я еще когда вступительный взнос был 100 долларов, я сразу поступил в РТЕ. Потому что я понимаю, что именно развитие духовности, которое именно дает Андрей Андреевич в РТЕ, оно и поднимает человека на новые уровни во всех отношениях. И я не жалею об этом, что сейчас там этот членский взнос 30 долларов, а я заплатил первый раз как бы по максимуму. Я наоборот горжусь, что я пришел, независимо от того, какой был там членский взнос в первых рядах. Если вы хотите, чтобы у вас жизнь поменялась, не бросайте, проявите упорство. Изучайте разные семинары. И самое главное, осваивайте философию. Потому что духовность это прежде всего правильная философия. Все, что советует Андрей Андреевич, делайте. Вот он посоветовал улыбаться, когда вас никто не видит. Я сейчас постоянно улыбаюсь. Засыпаю, улыбаюсь, сижу в туалете, улыбаюсь и так далее, когда на меня никто не смотрит. Посоветовал он утром, перед тем, как вставать, проверить, какая ноздря у вас дышит, чтобы этот канал был энергетически более сильным. И с этой ноги вставать. Я так и делаю. Перед тем, как в туалет сходить, он посоветовал умыться, а потом уже идти в туалет. Я тоже ночью встаю в 3 часа ночи, иду сначала в умывальник, умываюсь, потом иду в туалет. То есть вот такие мелочи, они дают вот эту вот новую жизнь. Мы стали очень много путешествовать, причем когда едем, думаем заранее, что-то составляем уникальное, неповторимое, интересное. И с каждой поездки привозим замечательные вещи, которые Андрей Андреевич советовал окружать себя такими артефактами. Вот эта статуэтка из мессинского фарфора и ваза была привезена из Берлина. Вот этот подсвечник и гасник, инкрустированный камнями, из Бодрума. Вот этот флакончик из меди такой ажурный, из последней поездки в Каппадокию. Наши новогодние сувениры для якорения финансовой цели на этот год вдохновляют тоже на достижение этого. Статуэтка испанского бренда Leandro, очень редкая и красивая, была приобретена мной на аукционе Violet. И сзади вы видите тельник, который мы привезли из Милана. Жена меня радовала, сейчас она меня каждую минуту восхищает. Настолько приятно находиться мне рядом с моей женой. Самое любимое мое время это суббота, когда мы не спешим на работу, встаем когда захотим. Я просыпаюсь первым и любуюсь ей. Я вот не могу там подробности все рассказывать, но это настолько красивые чувства, радостные. Это такая свет, я слов даже не могу передать. Вот прям счастье переливается через край. Дочь восхищает, бизнес восхищает, работники восхищают. То есть вот создались вот такие обстоятельства, когда пришли люди самые правильные, самые позитивные, профессиональные и так далее. В бизнесе партнеры такие же. То есть вот подобное притягивает подобное. Я понимаю, что это не просто на случайность, это закономерность. И желаю вам всем достичь такого же. Вперед! Я желаю каждому сделать из своей жизни шедевр. Такой же, как мы с моей женой делаем в нашей жизни. Спасибо за внимание. Всего доброго.